29 декабря 2019 года в 21-30 Центр оперативного управления Департамента полиции города Алматы поступило сообщение от гражданина Б. 1986 года рождения о том, что в одном из помещений в Турсибском районе неизвестное лицо насильно удерживает, избивает и пытается изнасиловать его сестру. В 21-34 на место происшествия была направлена следственная оперативная группа управления полиции Турсибского района. Уже в 22-10 в районное подразделение был доставлен подозреваемый, кем оказался гражданин С. 1975 года рождения. Вместе с ним также в районное подразделение была доставлена потерпевшая гражданка Ж. 1985 года рождения. Но однако с ее плохим самочувствием в управление полиции Турсибского района были вызваны сотрудники схода медицинской помощи, которые, осмотрев, в 23-16 приняли решение вывести ее для оказания дальнейшей медицинской помощи в городскую клиническую больницу номер 4. По завершению всех врачебных мероприятий потерпевшая гражданка Ж. вернулась в районное подразделение, где обратилась с письменным заявлением о привлечении к уголовной ответственности подозреваемого за совершение покушения на изнасилование. Это заявление зарегистрировано в едином рейсе судебных расследований и возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлены следующие импакты. На момент совершения преступления подозреваемый гражданин С. находился в состоянии алкогольного опьянения в средней степени, о чем свидетельствует проведенное медицинское свидетельствование. По образцам крови потерпевшей, полученных в медицинском учреждении, органам расследования назначены и проведены химические исследования, согласно заключению которых и потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения в средней степени. Кроме данных исследований, в отношении потерпевшей проведена судебно-медицинская экспертиза, где установлено, что телесные повреждения, причиненные в результате противоправных действий подозреваемого лица, квалифицируются как причиненные легкой вреда здоровья. 30 декабря уже в дневное время потерпевшая обратилась с другим уже заявлением письменным и просила в этом заявлении прекратить дальнейшее расследование по уголовному делу и что она не желает каких-либо дальнейших разбирательств по данному факту. Данное заявление приобщено к материалам уголовного дела. Несмотря на ее наличие, расследование УПС продолжается, выясняет все необходимые обстоятельства и по завершению сбора доказательств и других фактических данных по делу будет принято законно-профессиональное решение. Что касается той негативной информации, которая в последние дни публикуется в социальной сети Facebook касательно непрофессиональных действий сотрудников полиции, расследовавших это уголовное дело, в день обращения потерпевшей гражданки же в департаменте полиции назначено и начато служебным расследованием.